Вот сейчас как раз очень холодно, я очень сильно мёрзну, постоянно мёрзну. Господи, как это вкусно! Иногда прям очень хочется, стоит 10 золотых за 100 грамм. Такие вот полосочки получаются. Это вот как точилка, реально. Ребят, мы всё покупаем на Allegro, смарт-пакет, и мы уже окупили давно, потому что он постоянно что-то там заказывает. В польских магазинах, мы её никогда не видели. Да, плавом это, конечно, называть сложно. У него там такая магия, он так смешивал там. Был комментарий, мой любимый ещё в начале канала, как-то бибис и гусениц. Я, как всегда, в своих сердечках. У меня такая пижама, я помню, я ещё в том году её покупала. Её покупала, ребята, в Second, когда мы приехали здесь вот в Польшу. Она такая офигенная, она тёпленькая, такая какая-то флиз. Я не знаю, как мне нравится, флиз. И она мне так нравится, такая классная. Вот сейчас как раз очень холодно. И самое то, ходить в тёплых вещах, хотя у нас отапливает. Но я очень сильно мёрзну, постоянно мёрзну. Вот, поэтому хожу в своих сердечках. Блин, они инстаграются, но такие они, посмотрите, такие хорошенькие. Ну, классно, короче. Чё я включилась-то, особо говоря. Мы купили одну такую прикольную вещь, даже две. И хочу рассказать свой отзыв. Мы уже немножко попробовали этим пользоваться. И... Ну, короче, отзыв. Ловите отзыв, ребятки. Во-первых, мы заказали вот такую солонку, солянку, соленинёнку. Я, ребят, не знаю, как правильно, короче, банку, которая соль. Вот так вот хранится. Ну, мы её заказали, хотя они и в Пепко продаются везде. Ну, просто было удобно заказать в одном магазине эту штуку и вот эту. Конечно, самая интересная вот эта штука. И плюс мы вчера ходили в украинский магазин и купили вот такую вот рыбку. Она же корюшка, вроде как она называется. Господи, как это вкусно. Иногда прям очень хочется. Стоит 10 злотых за 100 грамм. 9,99, мне кажется. Ну, короче, 10 злотых за 100 грамм. Ну, не дёшево, но мы отдали вот 24... почти 25 злотых. Но у нас там было прилично. Мы уже скушали, конечно, половинку. Также мы помимо рыбки купили вот такую приправу для плова. Её в Польше мы её никогда не... ну, именно в польских магазинах мы её никогда не видели. А вот в украинском магазине мы её видели. Взяли вроде как 12 злотых вот за такую баночку. То есть тут 160 грамм, что неплохо. Саша удивил, сказал, что он будет готовить плов. В Беларуси он всегда готовил плов. Это было всегда так вкусно. А тут мы уже сколько, полтора года живём, ещё ни разу не кушали плов, вот. Поэтому увидели приправу, решили приготовить плов. Сашка решил, точнее. И тот самый девайс, о котором я вообще говорила. Мы его заказали. Саша, сколько он стоил? Не помнишь? Ну, меньше 27 грамм. А, ну, около 20 злотых, ребят. Не помню я, короче. Так как я часто готовлю вот этот наш тайский суп в этом, в Лидломиксе. И там нужна по рецепту вот такая вот морковочка, вот такая вот тоненькая. Ножом резать. Я её режу без преувеличения полтора часа. То есть это очень долго, такими вот полосочками над тоненькими. Поэтому я подумала, что нужна какая-то чёрка. И вот такой вот девайс мы нашли. Стоит это недорого. 15 злотых. Ну, представляете? Ну, то есть мне для одного конкретного блюда будет достаточно. Ну, в принципе, может ещё когда-нибудь. Это вот такая вот точилка. Она же чёрка. И вот видно, что тут такие вот зубчики. Сюда, получается, вставляешь морковку. И вот так вот. Так вот прокручиваешь. И получается вот такие вот полосочки. Вот как на картинке. Очень классно. Если кусочек морковки становится уже маленький. Ну, то есть чтобы руки туда не ссувать. Вот так накалываешь на вот такие вот шипы. И вот так вот потом вот так вот прокручиваешь. Но я не могу сказать, что она работает суперидеально. Ну, знаете, она стоит 15 злотых. И мне нужно там на два раза, там два раза, не знаю, в два-три месяца этим воспользоваться. Поэтому нормально свою функцию она выполняет. Ну, 15 злотых стоит. Ну, наверное, она не суперидеально работает. Но, как я уже сказала, функцию она свою выполняет. Просто мне нормально. Мне нравится. Мы попробовали неплохо. Ну, я прям не в восторге от этой штуки. Но, в принципе, главное, она функцию выполняет. Но я не вижу смысла вот, получается, с одной стороны и с другой одинаковая прорезь. Я вот не вижу смысла с двух сторон одной и той же. Я не понимаю. Они отличаются две стороны. Получается, одна тоньше полосочки тела, другая толще. Эту точилку мы купили на Allegro. Ребят, мы всё покупаем на Allegro. Allegro это как будто как AliExpress, но даже шире немного. Больше, чем AliExpress. AliExpress это, наверное, Shopee, да, если сравнивать. AliExpress это как бы Shopee, а Allegro это шире, чем AliExpress. Там очень много всего можно купить. И мы как-то уже давно купили бесплатные доставки. Сколько я не помню, на год, да? Да, смарт-пакет. Смарт-пакет. И мы уже окупили давно, потому что он постоянно что-то там заказывает. Ну вот, сейчас будем готовить плов. Да, Сашок? Сейчас Сашка будет готовить плов. Я хочу подготовить морковку. Какие-нибудь такие вещи, которые он скажет. И он потом будет сам уже готовить. Будем, короче, готовить вместе. Но в основном будет готовить Саша. Хочу показать, как это работает. Короче, у нас есть морковка. И вот так вот ее точим. И видно вам или нет, вот такие вот полосочки получаются. То есть, есть вот одна сторона, вот такие полоски. Ну, это вот как точилка, реально, да? Ну, это более такие... Толстенькие, наверное. Или тонкие, я уже не знаю. И есть другая сторона. Сейчас сравниваю, да. Вот эти более плоские. Более плоские, да. И как-то они поширы, наверное. Да, да. Они не такие. Ну, чуть-чуть отличаются формой. Ну, в принципе, из-за 15 злота, как я говорила, свою функцию... Ну, долго вот точить так одну морковку. Наверное, пару минут надо. Но это все равно быстрее, чем резать. А вот это вот, наверное, не проточится. Как раз тут дырка есть для этого. Да. Сердцевина. Вот для этого есть такая дыр, я не видно. Ну, да. Короче, мне вот эта, наверное, сторона больше нравится. Она более тонкая. Ну, она классно точит. Вообще быстро. Ну, пару минут всего. Ну, не просто. Натирать то же самое. А есть такая терка, знаете, которую вот так вот натирать. Я боюсь все руки испортить. Я сразу сказала, мне такое не надо. Я боюсь там руки оставить. Ну, то есть обтереть там все свои пальцы. Во. И вот, ребята, Сашин шедевр. Да, плавом это, конечно, назвать сложно. Но мы называем это плавом. Но мы и не узбеки. Но тут у нас курица, это индейка и рис. И морковка, лук. Ну, и приправы. Много-много-много-много-много-много приправ, которые я вам показывала. Но она не идет ни в какое сравнение с нормальной. Ну, нормально. В плане, Сашин, понимание Саши, это такая... Самая вкусная приправа. Где мы у узбека там покупали. Мы брали на Комаровке. Такого узбека колоритного. Там просто мимо нельзя пройти. Там так пахнет. И у него еще была система бонусов. Ну, типа, каждая пятая покупка в подарок. Если ты там берешь на пять, на десять рублей, ставите печати. Он давал... Там такая карточка. Да. И вот если... Вот Саша правильно сказал. Каждая пятая там покупка. И если ты покупаешь большой кулек или маленькие, там такие кулечки. Ну, короче, мы его обожали. Мы там покупали приправы у него и для плова, и для салата. У него там такая магия. Он так смешивал там. Ну, у него там много было клиентов. Мы не одни такие. Про него, я думаю, знают в Минске много людей. Там несколько этих львенов с приправами. Ну, именно у него как-то оформлено. Там какие-то тарелки. И сам по себе он милый такой. Он такой очень приятный. Короче, будем в Беларуси, затаримся килограммами просто. Человек пришел с работы. Это человек я. Сейчас 29 часов. Я закончила сегодня в 20. Вышла себе спокойно, зашла в бедренку. Представляете, уже, оказывается, мандарины продаются. И я, естественно, не удержала, купила. Кстати, факт о моих отношениях с мандаринками. У меня на них аллергия, представьте. Я знаю это, но я ем все равно их каждый год. Но у меня такая аллергия. Мне покрываются такими волдарями руки. И чем больше я ем, тем больше этих волдарей. А я очень сложная. Не знаю, я настолько люблю мандарины. Тем более, они такие сезонные, что если я их сейчас не съем, то когда я их съем, да, Сашка? Да. Ну, короче, я пытаюсь себя ограничивать, но пытаюсь. Только на словах я это делаю. Я не помню, рассказывала я или нет, что у нас опять были такие маленькие проблемы с чуптиком. Наверное, рассказывали, да, Сашок? Наверное. Значит, проблемы заключаются в том, что у него что-то там не переваривался корм, который мы ему купили. Мы ходили к ветеринару, сдали все его анализы, оказались все нормально, все чисто. И она сказала, чтобы мы посмотрели корм. Потому что он не хочет его есть. И мы думали, что у него аппетита нету и так далее. И у него еще плюс болел живот. Но по анализам все нормально. Наверное, вот плохо переваривался корм. И нам сказали купить индюшку или курицу или кролика. И вот мы, короче, искали какой-нибудь такой корм хороший. Но пока мы такую тушенку взяли. И вот взяли, короче, сейчас вам покажу. Индюшка. И вы не представляете, она так вкусно пахнет, эта тушенка, как человеческая. А еще самое важное, блин, в бедронке. Вот Саша взял, сейчас я покажу. У Саши на столе. Режим вам показать. Смотрите. Батон. Блин, я думала, этот в бедронке оказывается теплый, мягкий. Батон, я так рада. Сашка, а ты? Оно пахнет аппетитно. Да. А больше мы с тобой на днях разговаривали. Как раз. Представляете, мы на днях разговаривали, что вот, сейчас бы, если бы были в Беларуси, то, наверное, бы взяли батона обычного такого. И думали, что здесь, ну, не продается только, может, если в пекарне, да? А оказалось, что... Ну, я не помню, что бы я такое видел. Может, это иногда в бедронке? Ну, я не знаю, я сегодня случайно зашла. Это очень редко. Ну, мы... Это я просто иногда захожу, потому что там возле работы рядом. Я зашла, и, представляете, его только положили. Он такой мягенький, тепленький. Я не выдержала. Кстати, стоит вот эта вот буханка два с чем-то там, два тридцать, два сорок, ну. Будем есть на ночь батон. То-то трон уже будет невкусный. Аргумент. Ну, и, собственно говоря, мандаринки. Это бумажка. Неплохой. Ну, вроде посмотрела, нормально мандарины. В общем-то. Ну, они такие, знаете, маленькие, с тоненькой шкуркой. Мне кажется, они должны быть сладкие. Обычно такие мандарины сладкие. И вот еще в Лидле я нашла вот такой сырок. Именно вот с малиной. Мне так вкусно. Но Саша невкусно. Саша вообще говорит, это отвратительный сурок. И есть его вообще не хочет. Я люблю с пандой. В Беларуси такой синий с пандой. По-моему, полоцкий он. Ну, и зеленый, минский тоже классный. С девочкой. Ну, да. Я вот, как ни странно, любила такие сырки, которые там с начинкой там, типа, со сгущенкой. Еще вкусные, знаешь, какие были? Этот Б.Ю Александров. Лакшерные. А, лакшерные эти, в коробочках такие. Они дорогущие, но вкусные. Ну, да, мы пару раз там выбрали, но... Мы брали, всех пора попробовать. Не, ну, блин, они дорогие, но они вкусные. Вот, помню, картошка, какая-то картошка, так называлась там. Или чизкейк. Какой-то из этих, он, по-моему, мне так понравился. Вообще было очень вкусно. Ну, и вообще я люблю какие-нибудь там с вафельками, с печеньками. Ну, такие странные, которые Саша вообще просто терпеть не может. Вот такие дела. Посмотрите на этого бедолам. Он ждет, пахнет тушеночкой. Ну, дайте мне ядзонку. Короче, я вам обещала рассказать про тушенку. Вот мы такую взяли, турки. Полностью он, значит, там какая-то, Саша сказал, кукурузная мука. Или шатнушка? Здесь есть 3% муки гороховой. А, гурланд. Бульон, ну, и разные части индейки. Мясо и подружка. Пахнет прикольно. Надеемся. Как пастет такой обычный. Я даже попробовала, ну, как обычно. Очень вкусненько. И после того, как мы его покормим вот этим всяким кормом, монокормом, как нам сказали, то пойдем опять к ветеринару, да? А, плюс он у нас еще ест, да, такое лекарство. Покажи. Ну, как это, лекарство? Ну, да, лекарство что-то еще. Или добавка какая-то, не знаю. Такой вот шприц. Чупси, это не... Ты такой не любишь. Нет, это не ядзонка. Его это не сильно интересно, короче. Ну, такой-то маслен. Ну, он пахнет не очень. Смотрите, сидит спокойненько. Он все время, когда ждет еду, вот так вот сидит и смотрит. Ну, что, дайте ему ядзонку. По 2 миллилитра дай. А, по 2 миллилитра. Ну, грамма. Да. Ну, что, лучше укорми. Давай покажем, как мы его кормим. Давайте, ребятки. Смотрите, он уже ждет, ждет. Вот Сашка кладет. Что он делает? Молодец, всем знает. И вот он ждет команду. Сашка стоит. Он сидит. Можно? И побежали. Не, ну, мы как-то его так приучили. Только по команде можно кушать. Ну, и вот он и кушает. А в улице это не работает. Ну, да, мы думали, что если мы его научим дома, только по команде кушать, то он и на улице будет тоже, типа, в рот возьмет, только только... Еще непослушные, еще маленькие. Еще маленькие. Прогресс есть. Ну, конечно, уже не так. Еще далеко. Ну. Ну, вот и все. Все рассказали. Будем кушать. Ну, нормально. Такое, как обычно. О, что-то брыжло, Саша, на компьютер. Все. Возможно, кто-то написал хороший комментарий. Если хотите, чтобы мы так же радовались, пишите хорошие комментарии. Не, ну, давай, честно, нам плохи-то и почти никогда и не пишут. Ну, редко, очень редко. А, нет, знаете, был комментарий, мой любимый еще в начале канала, когда Бибис и Гуси летят. Мы хотели как-то сделать подборку, но потом они перестали писать. Мы перестали писать. Это мой самый любимый. Это уже, я не знаю, сколько мы ведем? Полтора года где-то канал. И за полтора года это вот самый смешной, наверное, комментарий. Бибис и его гусеницы. Были много комментариев было на видео про мусор. А, про мусор, да. А, кстати, уже забыла. Не взлюбили. Не, вначале... Ну, мы тоже рассказали про мусор. Еще в Лонде много мусора. Много, и все правда. Все правда рассказали, ребятки. Этот унитаз, который лежит... А, может, он еще там до лежит, непонятно. Ну, кто-то помнит. Кто-то... Ну, да, кто-то... Ой, ладно, все, я уже кушечку хочу. А вот и первый снег, ребята. 18 ноября. Первый, небольшой, но есть. Возможно, это первый снег в жизни Чупи. Он у нас родился в конце января. Так что, не знаю, застал ли он снег. И вообще, бывал ли на улице снег. Пока особой реакции от него не видно. Ну, как бы и снега пока мало. Но на желтую листву он реагировал очень бурно. Чупи. Что такое? Что-то белое, да? А, там собака. Идем. Чупи. Идем. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok